Партнер программы сеть детских клубов Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Меня зовут Света, и с сегодняшнего дня на протяжении 4 дней я буду находиться в компании Никиты и Евы. Ребята, скажите, вы знаете, где вы оказались? Страна безопасности? Да, действительно, вы оказались в стране безопасности. Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я объясню, что это за место такое. Итак, ребята, страна безопасности – это удивительное место, уникальное место, оно единственное на Земле. И здесь с вами никогда ничего плохого не случится, представляете? На протяжении 4 дней мы будем с вами учиться правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И постараемся эти правила, необходимые, объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный – это конкурс. А поэтому мы будем с вами соревноваться и в конце нашей борьбы определиться победитель, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, вы уже 23-я команда игроков, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Вы знаете, все предыдущие игры показали, что бороться нужно до самого конца, что победу можно вырвать даже на финишной прямой. Скажите мне, вы готовы бороться? Да, да. Отлично. Так, держать. Я смотрю, что до моего прихода вы рассматривали вот здесь дорожные знаки, правила дорожного движения. Если вам что-то удалось запомнить, то молодцы, потому что как раз-таки это станет темой нашей игры. Я предлагаю без промедления приступить к нашему первому конкурсу. Он будет легкий, интересный. Это разминка. Как я уже говорила, все 4 дня мы будем с вами учиться правилам дорожного движения. И как раз-таки сейчас я предлагаю узнать, что вы знаете уже по этой теме. Итак, суть у первого конкурса такова. Перед вами лежат карточки. Я буду вам задавать вопросы, а вы по очереди будете на них отвечать. Кто начнет первым отвечать на мои вопросы? Ну, давайте Ева. Ева, ты согласна первое начинать? Да. Хорошо. Тогда первый вопрос, Ева, для тебя. Как называют людей, идущих по улицам? Пешеходы. Пешеходы. Молодец. Правильно. Правильно ответила. Поэтому зарабатываешь фишку, кладу тебе в коробочку. Никит, второй вопрос для тебя. Где должны ходить пешеходы? По тротуару. По тротуару. Конечно. Молодец. Держи. Третий вопрос, Ева, для тебя. Где ездят машины? По дороге. По дороге. Конечно, по дороге. Держи фишку, клади карточку. Никит, следующий вопрос тебе. Где разрешается переходить улицу? Читай. По светофору и по пешеходному переходу. Правильно. Молодец. Действительно. Держи фишку. Ева, следующий вопрос твой. Как определить, где находится пешеходный переход? Читай. На дороге полоски зебра и знак пешеходный переход. Совершенно верно. Держи фишечку. Следующий вопрос, Никита. Как нужно переходить улицу? Тай. Сейчас, чтобы все знали, наши маленькие телезрители. Как нужно переходить улицу? По спокойным твердым шагам держать взрослого за руку. Нельзя бежать. Ехать на самокате. Правильно. 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 Никит, держи. Все. Так. Еще вопрос. Ева, слушай. Как называют людей, которые управляют транспортом? Вот это. Кто управляет транспортом? Как эти люди называются? Водители. Чего так долго сомневалась? У нас же не может пешеход управлять транспортом. Правильно? Водитель, который за рулем авто. И последний вопрос, Никит, твой. Как называют людей, которые едут в транспорте, но не за рулем? Пассажир. Пассажир, да. У тебя же написано. Хорошо, Никита. Держи свою фишку. Клади копилочку. Неплохо вы справились с моим первым заданием. Я должна вам сказать, что уже достаточно много, знаете, об основных понятиях и даже правилах дорожного движения. А это очень важная информация и для жизни, и для нашей с вами игры. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком, экспертом по безопасности. Готова ко встрече с ним? Да, да. Тогда внимание на экран. Поворачиваемся. Ребята, привет. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна. Но вы меня можете звать просто тетя Оля. Я работаю в госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ делают все, чтобы на улицах нашей страны и такие ребята, как вы, и взрослые, чувствовали себя в полной безопасности. Сегодня мы с вами поговорим о вежливости на дороге, о том, как должны себя вести участники дорожного движения по отношению друг к другу. Кстати, если вы не смотрели наши прошлые передачи, то можете и не знать, что мы все являемся участниками дорожного движения, или пешеходами, или водителями, или пассажирами. Родители и учителя в школе каждый день говорят о том, как важно быть вежливыми друг с другом, но не менее важно это делать и на дороге. Здесь есть тоже своя этика, главное правило которой – помогать друг другу. Взаимоуважение и взаимопонимание всех участников дорожного движения помогает делать наши дороги более безопасными. На дороге очень важны ответственность, дисциплинированность, соблюдение требований правил дорожного движения, уважение к другим участникам дорожного движения. Важно уступать дорогу, если просят, и предупреждать других об опасности, и помогать в устранении неисправностей, а также уступать место в общественном транспорте мамам с малышами, бабушкам и дедушкам. И помните, ребята, что каждый своим ответственным поведением на дороге и соблюдением правил дорожного движения может внести вклад в копилку общей безопасности. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи в игре и безопасности в жизни. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению, но это еще не все испытания, которые я для вас подготовила. Есть еще одно. У нас в стране безопасности самое любимое и самое такое легкое испытание – это отгадывание загадок. Вы любите отгадывать загадки? Да. Хорошо. Поскольку у нас сегодня первый день соревнований, то ничего сложного придумывать мы не будем усложнять. Условия такие, ребята. Я вам буду загадывать загадку, а вы должны ее отгадать, а отгадку найти на стенде. Твой Ева вот этот слева, а твой Никита справа. Быстро ее найти и принести на скорость мне. За каждый правильный ответ фишка и тому еще дополнительная фишка – кто справится быстрее, принесет мне отгадку быстрее соперника. Все ясно? Да. Тогда я предлагаю начать. Яв, ты можешь уже развернуться, чтобы тебе удобнее было стартовать. Итак, первая загадка. Я по городу иду, я в беду не попаду, потому что твердо знаю, правила я выполняю. Вперед! Побежали! Мы вообще не подсказываем друг другу и не подсматриваем друг у друга на скорость задания. Кто быстрее этому фишка? Ну, правильно. Чего сомневался, Никит? Кто у нас, ребята, это даже подписано здесь? Кто это? Пешеход. Пешеход. Отгадка здесь – пешеход. Никите две фишки за правильный быстрый ответ и одну фишку Еве. Вторая загадка, ребята, слушай внимательно. Место есть для перехода. Это знают пешеходы. Нам его разлиновали, где ходить всем указали. Марш! Оп! Молодцы! Одновременно, правильно, и осталось только назвать. О чем речь? О чем речь? Что это у нас? А, пешеходный переход. Правильно, и зебра, и пешеходный переход – абсолютно верно. Очень быстро, поэтому по две фишки каждому, я думаю, вполне вы заслужили. Третья загадка, слушай. Дом на улице идет, на работу всех везет. Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. Побежали! Быстрее, быстрее, Ева! Ева, Ева! Кто это у нас на работу возит? Всех с толпой? Мотоцикл, что ли? Нет, конечно. Прикрепи обратно, может быть, тебе еще пригодится. Никит, кто? Что везет? Автобус, конечно. Никита, молодец, держи две фишки. Евочка, будь внимательнее. При отгадывании следующей загадки присаживайся. Слушаем последнюю загадку, последняя возможность в этом конкурсе заработать фишку. Так что... Пьет бензин, как молоко. Может бегать далеко. Возит грузы и людей. Будь внимателен при ней. Марш! Так, одновременно, одновременно принесли. Что это у нас? Что мы чаем? Такси! Такси! А можно проще говорить, как? Что это у нас вообще, если не брать... Машина. Машина, конечно. Очень быстро, поэтому, ребят, за скорость тоже получается, заслужили. На этом все сегодня, ребят. Давайте считать, сколько фишек сегодня в первый конкурсный день вы заработали. Сейчас. Ева и Никита. Сколько у нас? Сейчас. Фишечек. Восемь. У Евы восемь, а у Никиты еще одна. Девять у Евы, да? Девять. Никит. Быстрее, Никит. Двенадцать. А у Никиты двенадцать. На сегодня все, ребята. В первом конкурсном дне победил Никита, но вы выйдете делать еще рано, потому что впереди еще целых три дня соревнований. На сегодня все, прощаемся. До завтра. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова